Шалом дорогие друзья, шалом дорогие зрители и участники Мессианского Центра Огонь. Я приглашаю вас сегодня, давайте обсудим главы Писаний Ахареймот. Кидашим мы уже обсуждали в прошлом году, поэтому обсудим Ахареймот. Это книга Левит, Ваекра, 16, 17 и 18 глава. Давайте попытаемся выбрать основное из всех этих глав. Итак, в 16 главе она начинается с того, что Господь напоминает, что через Моисея напоминает, что умерли два сына Аарона, и они как праведники не выполнили того, что они должны были сделать, то есть принесли чуждый огонь. И потом говорит Бог Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. И так далее. И дальше, вот с 7 стиха, 16 главы, Господь предписывает, «Пускай возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господнему в ход оскене собрания, и бросит Аарон обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для Азазэлла, Азазэля, и в синодальном переводе для отпущения, то есть или отпущения, или Азазэль. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения или для Азазеля, поставить живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения или для Азазеля. Это таинственный термин Азазель, есть разные мнения, как его расшифровать. Я хочу вам привести всего одно мнение ведущего раввина. Зовут его Авраам Ибн Эзра, он жил в 1200-х годах нашего века, соответственно, и жил он в Испании и вел очень праведную жизнь. Он немножко жил в Израиле, в Эрес-Исраиле, но умер во Франции. Он провел бедную жизнь и он рассматривался большинством, если не всеми иудеями, как праведник, достойный изучения и, по крайней мере, уважения, если не любви. И этот праведник, он делал многие загадки, он расшифровывал многие вещи, которые закодированы в Торе, в пяти книгах Моисея. Он разгадал секрет имен царя Израиля, который был зашифрован Моисеем и разные другие секреты. Я глубоко не входил в эти вопросы, но он был довольно-таки таинственным учителем, и Бог открывал ему многие секреты. И вот это таинство Азазеля в 1200-х годах, вернее, в 1100-х годах, это 12-й век, он скрытым образом намекнул, что вот этот козел отпущения, это является наш Маще Ахешуа. Я хочу вам привести буквально фразу из недельной главы Ахареймот иудея, ортодоксального иудея, зовут его Эли Бар-Ялом. Я взял этот материал из иудейского центра Маген, Мерказ Маген. Вот смотрите, как он описывает, интересно, то, что сказал именно этот Ибн Эзра. И я хочу благословить этого человека, потому что благодаря таким людям, иудеи, ортодоксальные иудеи, фарисеи, образованные люди, они могут узнать о Мащеахе, они могут убедиться, что Ешуа действительно является Мащеахом. Вот смотрите, что говорит этот человек. Он говорит, я предлагаю одну из возможностей, очень резкую, дерзкую линию отгадки. Вот что он пишет. В эпоху, когда католические власти Испании намеренно преследовали и унижали евреев именем церкви, и того, чьим именем церковь звалась, евреи, еврейские мудрецы были вынуждены защищаться от агрессии. И порой вкладывали в защиту всю энергию. Своими поступками церковный истеблишмент чернил имена своих основателей и отношение средневековых раввинов к своему коллеге, раввину Ешуа Ханоцри. То есть он даже называет Ешуа коллегой обычных раввинов иудеев. И это не могло быть предвзятым. Но ведь раввин Ешуа сам не был христианином. Правоверный еврей, то есть в понятии христианства, как понимает вообще народ христианства, то есть отмечающий по воскресеньям, не выполняющим заповедь. То есть в этом понятии Ешуа не был христианином. Правоверный еврей, он, то есть Ешуа, учил, лечил, проповедовал в рамках своей веры и распятый римлянами, умер евреем. Судя по его проповедям, отраженным в Евангелии, он был незаурядным, выдающимся духовным учителем. Опять-таки в рамках еврейской веры. Это иудей говорит, это не я говорю. Все споры Ешуа с книжниками и фарисеями имеют свои параллели в Талмуде. Мнение, которое высказывал раввин Ешуа, высказывали и другие раввины, сплошь книжники и фарисеи. Да и сам Ешуа был никем иным, как фарисеем по взглядам и книжникам по своему образованию. И не надо верить в воскрешение Ешуа или в его непорочное зачатие, чтобы оценить мужество и мудрость этого человека и поверить, что он действительно хотел, умирая, взять на себя грехи всего еврейского народа, а через него и всего человечества. Вот что говорит иудей. Он не зацикливается на непорочном зачатии, то есть на таких сложных вопросах. Он берет результаты всей этой концепции. И что сделал Ешуа? То есть Ешуа хотел своей смертью взять на себя грехи всех евреев и даже всего человечества. Напомню вам, Мессия это понятие не языческое, это понятие чисто еврейское. И Мессия перевели на греческий язык как Христос. И такого понятия как Мессия всего человечества нет. Есть понятие Мессия Израиля и Спаситель всего человечества. И вот этот ортодокс, иудей, он тут даже это пишет. Он говорит, что грехи всего еврейского народа, а через него и всего человечества. Чем он руководился? Какие строки Торы вдохновляли его на это? Этот вопрос естественный для еврейского ученого, такого как Ибн Эзра. Мне кажется, что в строчках о козле к Азазелю он нашел ответ на свой вопрос и зашифровал его в общеизвестной для нас цифре 33 года, возраст Христа. Я вам немножко не сказал об этом Ибн Эзра. Действительно, у него есть там фраза, я не буду читать. У нее есть загадочная фраза, в которой он говорит, говорит, я вам не скажу, кто такой Азазель, но я вам дам намек. И намек это 33 года. И все. И дальше он умер спокойно, как праведник. И единственный намек на нашего Господа Иисуса, Иешуа, вот эти вот 33 года. И я думаю, эта тайна будет разгадана иудеями, и они поймут, что вот в 16 главе Левита тут есть два козла. Одного козла зарезают, и кровь, правильно сказать, кровь эту выливают на жертвенник, а второго козла отпускают. И он уходит, ходит по пустынным местам, и даже было не то, что даже, а очень часто этот козел просто возвращался, несмотря, что он был как бы грешный, на него были возложены все грехи Израиля. Он возвращался, и так же вот как Иешуа, он еще придет второй раз. Второй раз приходит и этот козел отпущения, или козел Азазеля. И напомню, что это все происходило на Йом-Кипур, на праздник очищения, на самый святой, на самый святой шаббат, как он еще называется, он еще называется, это суббота покоя для вас, суббота покоя для вас, так говорит Библия в 31 стихе 16 главы. Он говорит, что Йом-Кипур является суббота покоя, то есть шаббат покоя. И получается, что вот это зарезание козла, оно как бы соответствует Пасхе. Пасхе, когда зарезался ягненок, то есть Иисус, Иешуа, он должен был быть зарезанным. А второй раз он уже придет, как отпущенный козел. Ну, в этом есть таинство, и я вам скажу, я не самый мудрый человек, не самый мудрый верующий человек. Я просто вам говорю, о чем говорит Левит 16 глава. И мудрецы, конечно, еврейские, очень сильно плотно над этим поработали. Есть разные мнения об этом Азазеле, но по моему мнению, центральное мнение вот это, что было животное, которого зарезали, и зарезали его в Йом-Кипур и в Пасху. И тот, и тот праздник, они центральные праздники в иудаизме. И второй козел, который потом возвращается. Вот. И в этом все таинство. Еще я вам почитаю, вот смотрите, в конце 16 главы что пишется. Что очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священодействовать ему вместо отца своего. То есть, все это должен делать сам священник вместо своего отца, небесного отца. То есть, тут заключен в этом стихе принцип Мащеха. Зачем вообще Мащех, как человек нужен, как телесное воплощение Бога? Он должен принести это вместо своего отца. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинью собрание, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилевых от всех грехов, и однажды в году. То есть, это все для очищения сынов Израилевых. И для тех христиан, кто не хочет считать себя сыном Израилевым, я думаю, что вы тогда не наследуете всего благословения. И эти вещи, которые я сейчас читаю, они вам просто в тягость, если вы не хотите быть сыном Израиля. Ну, я не хочу никого обижать, просто я знаю, что, смотрите, даже наша мать – это Небесный Иерусалим. И если мы не будем признавать все заповеди и постановления Израиля, включая Йом-Кипур, то какое мы можем иметь наследие, если Небесный Иерусалим для нас не мать, согласно посланию Галатам? Идем далее. 17 глава Левита. В 17 главе Левита говорится о том, что народ Божий может приносить жертвоприношение только на месте, которое назначил Бог. И говорится так. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стане и не приведет ко входу с кений, и так далее, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сына Израиля в жертвы свои, и так далее, к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и так далее. И в 7 стихе приводится интересное слово. Сейрим. Пишется, чтобы они впредь не приносили жертвы своих идолам, можно сказать, козлам, или даже бесам. Во Второзаконии, в Деварим, 32 глава, это Хаазину, знаменитая песнь Моисея, Хаазину, там идет даже расшифрование этих мест, этого козла, этого идола, это шеты, бесы. То есть, тут есть такой небольшой намек, хотя, допустим, Саддукеи или Цедыким, они не верили в духовный мир, но все-таки они основывались это на том, что в Торе нет четкого понятия о духовном мире, о третьем небе и так далее, о вечной жизни нет. Но вот такие вот намеки о бесах, о козлах, о идолах, они уже есть. Вот это слово Сейрим, оно переводится как волосатые. И, допустим, чисто визуально, даже не обязательно в еврейском народе, во всех народах, все черти, они похожи на каких-то животных с рогами. Ну, вы знаете, о чем я говорю, черти, они волосатые, они грязные, неприятные. Поэтому, и тут приводится это понятие, козлы, идолы, бесы. И все народы, которые были вокруг Израиля, они блудно ходили, то есть приносились жертвы этим бесам. И тут Бог переживает, наш Господь, Он переживает, чтобы народ Израиля отделился от этих народов и не приносил жертву этим бесам. И опять можно вернуться к 16 главе, где Господь объясняет, как делать очищение, как делать очищение на Йом-Кипур, вот, и смирять себя. И в этой 17 главе очень сильная вещь пишется, написано, что «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Я вам скажу, что в Новом Завете, в Деяниях Апостолов, я уже говорил это, и еще раз повторю, что в Деяниях Апостолов 15 глава и 21 глава в трех разных местах для новых верующих, так сказать, то есть для обновленных верующих, уже верующих в Мащеаха, Мащеаха Ишуа, Бог три раза говорит о том, что очень важно не кушать пищу с кровью, не есть удавленной, удавленной еды, то есть там, где кровь, это она загустела. И приходит мне на память очень сильное свидетельство человека, его зовут Рон Вайетт, и этот человек утверждает, что он нашел Ковчег Завета и многие другие вещи, но в данном случае я хочу поговорить о Ковчеге Завета и он нашел это в том месте, где предположительно спрятал Ковчег Завета и Еремия в шестом веке или как это считать, в седьмом, в шестом веке, в шестом, наверное, в шестом веке до нашей эры он видел его, он видел все столы предложения, то есть для предложения хлеба, другие вещи в храме и эти вещи все готовы для того, чтобы ими можно было пользоваться, но время еще не пришло и это время очень скоро подходит и что он сказал, если вы еще этого не видели, я приглашаю вас сделать такое исследование, лучше, конечно, всего, чтобы вы нашли это место на английском, я не знаю даже на русском насколько много информации, но я думаю, она есть, потому что это было еще в 80-х годах, когда он нашел Ковчег Завета и этот Ковчег Завета он находился прямо под тем местом, где был где была стойка или крест Ешуа, которого распинали и его кровь она капала именно на Ковчег Завета и все эти анализы, все эти материалы есть, у него есть все свидетельства, я не буду вам говорить, что я на 100% всему этому верю, время покажет, но просто, что кровь Мащеха она существует, я лично в это верю, я лично в это верю, я не буду лукавить, но если вы на этом притыкаетесь, вы можете не верить, я никого не заставляю, просто говорю, что кровь Мащеха она имеет очень огромную силу, даже если мы просто провозглашаем и принимаем как кровь Нового Завета, кровь Мессии, это серьезные вещи, вот, и я вам скажу, что в Матфея в 23 главе с 33 стиха вот что написано, так, Матфея 23 с 34 стиха, вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником, истинно говорю, вам, что все это придет на этот род. Это говорит наш Ешуа о мощях, о лицемерах и тем верующим, которые, говоря одно, они делают второе и такое страшное пророчество, то есть есть пророчества, которые Бог дает с каким-то условием, то есть покаяние и тогда может оно выполнится или не выполнится, как в случае с пророком Ионой, мне лично Бог давал такие пророчества, когда надо было говорить, но было условие, или народ кается, или не кается, или человек кается, или не кается, от этого зависит исход пророчества. Но в данном случае Матфея 23.36 тут нет условий, тут сказано «Истинно говорю вам, что все это придет на этот род». То есть грядут серьезные времена, грядут времена скорбное время Якова, времена скорбей, как это называется в Новом Завете. И сейчас нам очень важно быть запечатанными с Господом исполнением заветов, десятисловного завета с Господом Израиля, потому что семь язв не грядут, так как было во времена Моше, Моисея. Перед нами предстоят серьезные дни. И согласно тому, что в Луки 21 главе говорится, что время полноты язычников заканчивается, когда Иерусалим больше не будет попираем язычниками. И наступают времена, когда все очень быстро ускорится. Поэтому сейчас очень важно быть в близости с Богом, в постоянном общении, не нарушать заповеди. Если нарушил, значит всегда иметь желание и всегда стараться попросить прощения у Господа, не у людей, если вы конечно что-то сделали плохое людям, обязательно надо попросить прощения у людей, но перед Господом надо ходить в чистоте, не нарушать ни одной из десяти заповедей. ну и конечно милость Господа она безгранична, но на это не стоит рассчитывать, потому что ваше физическое тело оно просто может не выдержать тех нагрузок, которые грядут с приходом антихриста так называемого или антимессии и его духа на эту землю, а это время уже грядет. Я вам хочу сказать, что пожалуйста будьте в контакте, если вы не являетесь частью никакой мессианской общины, вы можете контактировать со мной и я вам или подскажу как найти мессианскую общину в вашем районе или становитесь частью нашего мессианского центра, потому что в нашем месте и сейчас я выражаю просто мое мнение и вы принимайте его так как вам нравится я лично считаю что предстоит исход из Америки грядут серьезные времена для Америки будут землетрясения и будет исход народа Божьего в землю Израиль но для этого должно быть должно быть подходящее время потому что в Израиле тоже не будет сладко но так как был первый огромный приход с севера Советского Союза в землю Израиля будет не менее сильный не менее сильная Алия из Америки в Израиль и со всего мира в Израиль и в это время скорбей нельзя где-то уединяться поэтому если у вас будут какие-то вопросы именно по нахождению общины стоит ли вам найти какую-то общину или присоединиться к нам пожалуйста пишите мне я не буду никого обманывать если вам лучше где-то находиться то пожалуйста там находитесь но времена серьезные грядут и там где нет пророческого видения в общине не хотелось просто чтобы слепой вел слепого поэтому я люблю вас всех и хочу чтобы все мы вышли из этих скорбей и все мы увидели святую землю Израиля Эрес Израил и что еще хотел добавить это я прошелся по левиту 17 и 18 глава то есть вернее 16 и 17 глава а в 18 главе левит это тоже недельная глава ахаримот приводится так называемое хукат или хуким то есть те принципы которые человеку вроде бы не понять но они правильные то есть говорится о нераскрытии ноготы о том что человек не может переспать со своей тетей мужчина не может переспать со своей тетей отец не может переспать допустим с дочкой своей жены даже если она ну разные родственники если вы почитаете 18 главу левит вы поймете что господь хочет чтобы народ его был святой и так же тут приводится запрет на голубизну то есть на мужеложество на геев на запрет скотоложества то есть то чем другие народы приносили жертву тем бесам о которых я уже говорил и вот что пишется в книге левит 18 глава с 24 стиха не оскверняйте себя ничем этим и вот этот список и дальше пишется не оскверняйте себя ничем этим ибо всем этим осквернили себя народы которых я прогоняю от вас и осквернила земля и я воззрел на беззаконии ее и свергнула себя земля живущих на ней а вы соблюдайте постановления мои вот эти вот постановления хукат что я говорю и законы мои и не делайте всех этих мерзостей ни туземец ни пришелец живущий между вами то есть ни еврей с генетической еврейской кровью ни тот человек который хочет быть причисленным к сынам Израиля ни туземец ни пришелец не делайте этого ибо все эти мерзости делали люди сей земли что перед вами и осквернила земля чтобы и вас не свергнула себя земля когда вы станете осквернять ее как она свергнула народы бывшие прежде вас свергнула в английском переводе даже объясняется как выплюнула то есть земля просто выплевывает тех людей которые оскверняют саму землю то есть уже даже не сам бог а земля на которой мы живем ей противно становится она не переваривает вот это отношение которое люди своими грязными грязными плотскими желаниями они просто развращают эту землю напомню что земля на еврейте Адама а человек Адам то есть это как две сущности одна мужского пола и одна женского и вот эта сущность женского пола она просто свергает себя то мужское начало которое не соответствует Божьему намерению Божьим законам то есть сама земля и мне приходит на память тот момент когда Еремия в конце Паралипоминона или Хроник в последней главе в последних стихах он пишет что сыны Израиля были высланы Навуходоносором Навуходоносором и за вот эти 490 лет которые были не соблюдены закон Шмиты то есть седьмого года когда земля должна была отдыхать если 490 лет вы разделите на 70 то именно получается что за каждый год который Израиль не соблюдал седьмой год отдыха земли он был выслан на 70 лет в изгнании и только по исходу 70 лет они могли потом вернуться то есть есть законы Божьи которые даже сам Бог не желает переступать и вот согласно этим законам если если весь наш земной шар он творит вот эти все гадости и не не исполняет то предстоит время когда придут эти язвы и Божьему народу надо будет просто укрыться на какое-то время во времена скорбей и я не хотел заканчивать на грустной ноте потому что у нас прекрасная жизнь Мащех нас любит Бог Отец нас любит и Он живет в нас Духом своим Святым и что я просто предлагаю вам не отходить никогда от Бога даже если вы согрешили кайтесь делайте свою духовную тшуу потому что это основное сама кровь она не очистит вас если вы не сделали тшуу если вы не покаялись это самое основное если вы ходите с Богом каждый день у вас есть вечная жизнь и это самое прекрасное что у нас есть и конечно любовь Божия который возлюбил нас и отдал умилостивление очистил нас от греха посредством крови своего святого сына Мащеха я благословляю вас надеюсь общаться с вами всего доброго с шагуатов с шагуатов с шагуатху